Жалобы на то, что техника плохо приспособлена для использования левой рукой, можно встретить повсеместно. Мышек это касается в первую очередь, потому как многие дорогие модели имеют эргономичный дизайн, который будет дико удобен для правшей и карой небесной для всего остального населения Земли. Asus ROG Pujo 2 это второе ваш кэп, поколение симметричных манипуляторов, которые одинаково подходят всем и каждому. С вами Дмитрий Луценко и проект Firm.com, давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Несмотря на отсутствие каких-то выемок под пальцы для более надежного хвата, лежит в руках мышь уверенно и надежно. Корпус выполнен из матового пластика, аллилуйя, без софт-тач покрытия, что позитивно сказалось на практичности. Вытереть мышь от грязи очень просто. Единственная моя претензия – клиновидный вырез в задней части устройства. Он делает дизайн мыши более интересным, но пыль сюда забивается просто дико. Подсветка представлена дуговым световодом возле той самой выемки, логотипом, который горит сквозь полупрозрачный пластик, ну и колесико тоже светится. Как и в чакрами, здесь можно подсунуть свой логотип вместо фирменного. Вместе с радиоконнектором это дело живет под крышкой тыльной панели, которая держится на магните. Если в самой дорогой мышке Ever для кастомного логотипа есть заготовка, и установка ее крайне проста, здесь мы имеем дело с пластиковой пластинкой, которую поставить смогут не только лишь все. Некоторые украинские журналисты с этой задачей явно справились не с первого раза. Впрочем, если сильно хочется, то можно и на пленке лого свое напечатать, и аккуратно его по образу и подобию местного, так скажем, трафарета вырезать, и точно так же аккуратно сюда вставить. Было бы желание. Переключатели на главных кнопках тоже можно заменить, но снять сами кнопки голыми руками не получится, придется воспользоваться отверткой. Свечи живут в сокетах, в нашем случае это Amron. В комплекте есть пара дополнительных японских, ну а перечень поддерживаемых переключателей вы можете увидеть на экране. Судя по комментариям к прошлому обзиру мышки, народ не получил в нем ответ на ряд животрепещущих вопросов. Ну что ж, мы не стесняемся исправлять свои ошибки, поэтому, вот, держите. Энкодер колеса здесь от TTC, его кнопка от Huan, но все остальные переключатели для боковых кнопок от этого же бренда. Оптический сенсор PixArt PAW3335DB. Он сильно закрыт брекетом аккумулятора, потому снять на камеру я его не смог. Сама батарея, кстати, размещена посередине устройства, что и определяет центр массы, которая составляет 100 с копейками грамм. Как можно заметить, боковые кнопки здесь размещены с обеих сторон. Если вы наркоман или просто хорошо владеете безымянным пальцем, можете юзать хоть все четыре. Ну а для всех остальных в комплекте есть заглушки, которыми можно закрыть лишние клавиши. Хоть две, хоть три, да хоть четыре. Они, как и кнопки, держатся на магнитах, если шо. Мышь адекватно работает на всех адекватных и полуадекватных поверхностях, включая макбук и мою мохнатую ногу. Дистанция между столом и датчиком, при которой он все еще распознает движение, настраивается. В максимальном положении она позволяет исключить проглючивание от случайного приподнятия мыши абсолютно и полностью. Предельная частота опроса в проводном и радио режиме 1000 Гц. По Bluetooth это 125, что на бумаге не впечатляет, но на практике все равно зачастую достаточно для нормального геймплея. Датчик распознает ускорение до 40G, скорость движения до 400 дюймов в секунду, а это очень дофига. DPI поддерживается от 100 до 16 тысяч, кнопка для приключения живет на нижней платформе, и в интернете любят на нее вонять, но лично я умудрялся нажимать ее нормально, без случайного клацания всех кнопок подряд. Точно так же людям не нравится переключатель режима работы, и вот здесь я с ними, пожалуй, соглашусь. В спешке выключая мышь, зачастую ты ее не выключаешь, а переключаешь в другой беспроводной режим. Центральное положение попросту пролетается, ибо переключатель не особо уверенно в нем фиксируется, но со временем и к этому привыкаешь. Если двигать ползунок аккуратно, то все будет окей. В приложении Armory Crate устанавливается подсветка, один из режимов индикация заряда, чтобы вы не провтыкали покормить севшую мышь. Сама подсветка заметно подъедает батарею, но даже при ее использовании посадить за неделю Pujo 2 мне не удалось. Теоретические пределы автономности для 2,4 ГГц и Bluetooth подключения это 69 и 100 часов соответственно. Здесь же назначаются клавиши, за которые отвечают кнопки мыши. В целом, по ощущениям от игрового процесса, разница по работе при разных методах подключения не чувствуется. Мышь одинаково отзывчиво ведет себя всегда. Ладонь от нее не устает и не затекает, даже если играть целый день с перерывами на еду. Придраться особо, в общем-то, и не к чему. Отдельно радует то, что мышь может заряжаться по кабелю во время использования, так что даже если пустой аккумулятор застал вас врасплох, любой Type-C кабель решит вашу проблему. Подведем итог. Pujo 2 стоит 100 долларов, что с одной стороны многовато, но с другой вполне адекватно в рамках ценовой политики Asus. Имея добрую часть фишек того же Chakram, а именно сменные основные свечи, кастомизацию подсветки, три варианта подключения и высокий максимальный DPI, мышь стоит вдвое меньше флагманской модели и не заточена под использование какой-то конкретной рукой. Как по мне, то в принципе все логично, и с оглядкой на прайс других продуктов серии ROG больших претензий к цене этой мышки быть не должно. С вами был Дмитрий Луценко, проект Ferrum.com. Напоминаю, что ставить лайки и делиться этим видео вовсе не грешно. Линки на эту мышку ждут вас в описании данного ролика. На этом у меня все. Спасибо всем, кто смотрел. Пока!